Организация автошколы, открытие многофункционального центра «Мастер на все руки» в каворкинг-центре «Старт» строительство торгово-развлекательного комплекса в сельском поселении Анискинская. В администрации района рассмотрели сразу несколько инвестиционных проектов. Автомобиль сегодня уже не роскошь, а средство передвижения. Поэтому, когда на дорогах с каждым годом растет число машин, важно создавать условия для того, чтобы начинающие водители обладали хотя бы первоначальными навыками управления транспортным средством с предложением о строительстве в Щелкове автодрома выступил один из предпринимателей. Для подготовки водителя нужна закрытая площадка. Поэтому в Щелковском районе их мало. Поэтому вышло предложение о выделении земельного участка для организации такой площадки. По словам бизнесмена, в перспективе организация в Щелкове – новая автошкола, но для этого необходима соответствующая площадка. Игорь Владимирович доложил свой инвестпроект. Будем смотреть, чтобы где-то в городе найти земельный участок. Я, примерно, даже предполагаю, где мы сможем найти земельный участок для того, чтобы организовать площадку. Для того, чтобы наши молодые люди могли учиться на водителя не по Фрязино, а в Щелково. Функциональный центр бытового обслуживания может появиться в Щелкове. МФЦ «Мастер на все руки» предложит жителям целый спектр услуг от занятий с педагогом до вызова на дом сантехника. Это будет единый центр, как единое окно. То есть любой житель может обратиться к нам в качестве трудоустройства, в рамках подработки, также в качестве за социальной услугой, то есть за срочной социальной услугой. Для организации такого центра необходимо помещение. Предпринимателю предложили место в каворкинг-центре «Старт» по льготным условиям. Мне кажется, это нормальный проект. Если хорошо поставить рекламу его работы и хорошо поставить его внутреннюю работу, это зависит, конечно, от руководителей, то он будет востребован. Кроме того, на совещании рассмотрели проекты по строительству торгово-развлекательного центра в сельском поселении Анискинска и по модернизации систем наружного освещения на основе энергосервисного контракта. Все озвученные предпринимателями идеи будут направлены в работу. В администрации подчеркивают способствование развитию бизнеса и, как следствие, экономики. Сегодня одна из приоритетных задач, поэтому там рады любым перспективным предложениям.